В день отлета Дональда Трампа в Европу стало известно, что осужденный в США российский летчик Константин Ярошенко отправил президенту Америки письмо с просьбой о помиловании и возвращении в Россию. Послание, по данным российских СМИ, передано в Белый дом накануне через российское посольство в Вашингтоне. Узнаем детали у нашего корреспондента в Нью-Йорке Виктории Купченецкой. Вика, приветствую. Что мы знаем о содержании письма и правильно ли я понимаю, что время для его отправки было подобрано специальным? Роман, приветствую. Да, совершенно верно. Время для отправки этого письма было подобрано специально накануне отъезда президента Трампа в Европу, незадолго до встречи с президентом Путиным. Буквально несколько минут назад американский адвокат Ярошенко перезвонил мне и подтвердил факт написания отправки этого письма президенту Трампу через российское посольство в Вашингтоне. В этом письме Ярошенко просит его помиловать и позволить ему вернуться на родину в Российскую Федерацию. Он пишет, что он много лет уже не видел свою семью, пока он находился в заключении, пока он находится в заключении. В России скончалась его мать, он не смог быть на похоронах. И очень интересно отметить, что вот американский адвокат Алексей Тарасов попросил меня подчеркнуть, что в этом письме Ярошенко сравнивает свою ситуацию с ситуацией американского гражданина Отто Ворнбиро, который, как мы знаем, был задержан в Северной Корее, отбывал там заключение. Потом его вернули в Соединенные Штаты буквально недавно, но, к сожалению, он вскоре после этого скончался. Ярошенко просит Трампа и американцев его помиловать, просит о милосердии и пишет, что в связи вот с этой ситуацией с этим американским гражданином, они должны понимать, в какой ситуации он сам находится и какие чувства он испытывает. И действительно, это письмо было отправлено незадолго до встречи Трампа с Путиным в надежде. Ярошенко надеется, что президенты обсудят его ситуацию. Я хочу напомнить, что Ярошенко был арестован в 2010 году в Либерии. Ему были предъявлены обвинения в заговоре с целью контрабанды наркотиков в особо крупных размерах, в частности, в попытке переправлять эти наркотики на территорию Соединенных Штатов. Здесь, в Нью-Йорке, его потом из Либерии экстрадировали в Соединенные Штаты. Здесь, в Нью-Йорке, проходил над ним суд. Его приговорили к 20 годам лишения свободы. Сейчас он отбывает заключение в федеральной тюрьме в штате Нью-Джерси. Тюрьма называется Форд-Дикс. Его защита, его адвокаты подали апелляцию на эту ситуацию по его делу. Они утверждали, что он был похищен и что в Либерии его пытали. И уже на основании этого его нужно отпустить и вернуть в Российскую Федерацию. Нью-Йоркский суд рассмотрел эту апелляцию и отверг ее, отверг аргументы защиты. Роман. Вика, ну все-таки мы знаем, что Трамп и Путин будут обсуждать Украину, Сирию, борьбу с терроризмом. Неизвестно даже, будет ли подниматься тема вмешательства в выборы. Каковы в этой ситуации шансы, что Ярошенко будет обсуждаться? Роман, ну мы знаем, что отношения президента Трампа и президента Путина, это такая загадка века 21-го. Поэтому, что будет обсуждаться действительно на их встрече, сложно сказать. Как ты подчеркнул уже, действительно будет обсуждаться точно война в Сирии. Возможно, будет обсуждаться экспорт американского сжиженного газа, природного газа на территорию Европы. И, возможно, будут обсуждаться дела Константина Ярошенко, а также дела Виктора Бута. Это еще один российский гражданин, который отбывает длительное заключение на территории Соединенных Штатов. Но заранее сказать ничего невозможно. Давайте подождем 7 июля. Роман. Да, я, кстати, должен напомнить, что в принципе тема даже обмена Ярошенко и Бута на некие фигуры там. И вообще в отношении между США и Россией уже поднималась неоднократно. Виктория, благодарю тебя. Виктория Купченецкая, наш собственный корреспондент в Нью-Йорке, о письме российского пилота Ярошенко в адрес Дональда Трампа с просьбой о помиловании. Оно было доставлено накануне в Белый дом. Вика, благодарю тебя. Продолжение следует...